Вы адекватно оцените мне машину, но сделайте так, чтобы обошлась немножечко дешевле. Крыша – это несущая часть автомобиля. Здесь она… Спасибо за правду. Такой вот этот уплотнитель на оконной замазке – это, конечно, трешничок. Что правый, что левый. В соплях. Но спереди она течет больше, чем сзади. Но хрень неприятный. Пистон сломался, начинает колхозить. Я уверен, что антифриз ей никто не менял. Она будет прыгать, и машина будет смещаться с дороги. Вот это самое опасное, чем может быть. Какая крайняя цена будет? Я вижу здесь 10. Ну, давайте, давайте ему-ка мы ее подарим. Друзья, всем привет! На предыдущем видео, когда я спросил, а нужно ли показывать хорошие автомобили, потому что их никто не смотрит. Ну, что если трешняк, то сразу 100 тысяч. Если нормальная машина, то 10-13 тысяч просмотров. Так вот, давайте посмотрим, сколько это видео наберет просмотров и был ли я прав. Сегодня хорошая машина. Но забегая наперед скажу, что для людей, которые выбирают себе автомобиль самостоятельно, это видео тоже будет полезно. Почему? Потому что есть места, на что нужно обращать внимание. Но об этом обо всем поэтапно. Как ему удобно вылазить не из своего автомобиля. Здравствуйте. Здрасте, мой на покраске. Машина обслуживалась все время ровно. Фактических у нее было 3 собственника, а юридических 2. Там, когда он был в Оклахоме, по-моему, у него там было 2 физических лица, но они отдавались в лизинг от одной компании двум людям. Ну, потом один проехал 15 тысяч, второй проехал 7, и потом продали третьему лицу, и третье лицо где-то пристроилось в легенькое ДТП. Ну, вот среди всех машин, которые представлены, я просмотрел все машины, которые есть в Украине, по Винкадам. Там только одна с Италии пригнана, и то она тоже после ДТП. И тут самое не страшное. Американцы, конечно, поинтереснее по комплектации, и вот мы поездили. Американец интересен тем, что он 1,4, и у него айсин коробка. Счастье, а не коробка. Я вот у меня уже скоро 400 тысяч жду, когда она же сломается. Все мне прогнозировали, что первую коробку кончится, что вторую кончится. Первую на фонаре вообще разобрали, можно было ее не трогать. Так что, если хорошо следить за коробкой, то айсин рулит. Здравствуйте, Николай меня зовут. Здравствуйте. Бампер немножко не в зазор стоит. Крышка багажника тоже. Плюс я так подозреваю, что он какой-то бэушный был. Вот он, щербатый, покрашенный. Но это пластиковая часть, она не ржавеет. Ну так, собрано не очень. Сейчас я до конца по зазорам пройду. Не, ну спереди у него вопросов как бы минимум. Да, бампер не стоит на месте. Вот из-за того, что он вот так вот гуляет, он стер крышку багажника. Здесь до металла сожрал редиска. Ага, то есть это действительно хозяйский автомобиль? Личные вещи лежат. Ладно, не будем смотреть туда. Не, совсем правильно установлена крышка. Вот здесь вот она упирается. Не крашеная. Что это за потеки? Это, наверное, что-то ляпнуло. Хрен знает откуда. 52. Везде по крыльям она целая. Целая аж. У нее бампер не на месте висит. То есть вот ее поставили и... Вот это вот прекрасное синее чудо на момент осмотра действительно было лучшим. Я сейчас покажу как. Для многих это, конечно, не будет открытием. Но для людей, которые далекие от автомобилей, вот эта вот интересная штука. Берите на заметку. Это легкий лайфхак. Я сейчас покажу, как не тратить дофига времени и по предварительным данным выбрать действительно лучший автомобиль. Показываю то, каким этот автомобиль был на момент приобретения. То есть он везде целенький, за исключением задней ляды и заднего бампера. Впечатление, что вот здесь вот как-то кто-то боком зацепил. У меня даже как-то речь ломается. В остальном автомобиль никаких нареканий не вызывает. Единственное, что вот это вот заломанное ляда. Больше ничего. И обращаю внимание на финальную ставку этого автомобиля. 3300 это дороговато. Потому что в среднем такие машины продаются на аукционе от полутора до трех тысяч. Это потолок. И сейчас мы сравним остальные. И побежали. Что мы имеем? Так, дизельные. Надо убрать дизельные. Автомат. Бензин. Ну и побежали по каждому детально. Достаем вин-код. Тыдыщ. Что с ним было? 1.4 наш вариант. Здесь повреждено крыло. Наверняка стойка. Но это не точно. Надо смотреть. Дверь вроде бы нормально стоит. Поэтому может быть запросто такое, что со стойкой все нормально. Но повреждение и крыло, и двери. Стойка под вопросом. Плюс бампер. Стоимость автомобиля 1900 долларов. Плюс пробег у нее вдвое выше. Безопасность у этого автомобиля целая. Но видим какие-то подранные ободранные карты. 12600. Львив. Автомат. Продает компания любое в 107000 пробег. Копируем и вставляем. Что было здесь? Не очень весело. Этот автомобиль ранее уже продавался. Но продавался он разбитым и по стоимости в 9800 долларов. А теперь, когда этот автомобиль отремонтированный, продается он за 12600. Идем дальше. Алло. Пабло продает автомобиль. Хорошенький. Замечательный. Но не будем смотреть, потому что машина действительно на фотографиях хорошая. Достаем его в ВИН-код. Вставить. Чего мы здесь видим? Мы здесь видим этот прекраснейшая колесница. А не понравился он мне пробегом. То есть у него 100000 миль фактически. Поэтому этот автомобиль мне не понравился. 9600. Смотрим на этот прекраснейший экземпляр. С закрытым номером для того, чтобы невозможно было по нему достать информацию. Но мы-то знаем, что это все лишь только утопия. И все это легкая шляпа. Всей прекрасный автомобиль продается с вот таким вот неприятным ударом. Тоже вроде бы небольшой. Но финальная ставка этой машины 1300 долларов. Ой, так он и с другой стороны причавленный. Гнутое колесо. В общем, все как мы любим. Машина тоже не подходит. Идем дальше. Так, вот этот вот желтенький Fiat я уже где-то видел. Но посмотрим, тоже с ним было. А дальше все просто. Машина утонула. То есть здесь было... Если коротко, этот автомобиль утопленник. Так, желтенький мы посмотрели. Ну и для справедливости ради. А вот он, кстати, уже не актуальный. Он уже проданный. Но все равно сейчас мы попробуем по нему достать какую-то информацию. Есть ВИН-код. Скопировать. Вставить. Посмотреть. Интересное дело. Мало того, что он сзади ударенный неприятно. А, тут 200 тысяч километров. Ну, нормально. А что у нас на... Минуточку. А что у нас заявлено здесь? А здесь у нас 36 тысяч километров. Прекраснейший автомобиль. Авто выглотовано в Италии. Оригинальный пробег. Да-да-да-да. Конечно-конечно. Так вот, этот автомобиль действительно был лучшим на момент осмотра. По крайней мере, вот момент имеется в виду, когда вот мы выбираем автомобиль. Есть разрезок времени. Вот в рамках этого времени мы сразу анализируем большую кучу автомобилей. Так вот, вот эта машина действительно была лучше. И я показал почему. Смотрим дальше. Он неправильно висит еще по... Вот здесь, если посмотреть. То есть он должен здесь быть чуть выше. А здесь нормально. Ну, то есть, с учетом на том, что мы понимаем, что она чуть-чуть в зад была лупленная, вроде бы как не страшно. Но тут такой скользящий удар, я так понимаю, она вот так при... Да. Вы же владелец автомобиля, да? Ну, она владелец. Ну, в смысле, вы же участвовали, видели, как изначально он был. Да, она идеальна, вот точно как на фотографиях вот этих стопорта, она точно такая же. Это будет первая продажа или нет в этом году? А бампер вы бушный брали, да? Да, и бампер, это же какая комплектация, как она называется? Трекинг. Трекинг тоже тут какой-то сложный бампер. На всякий случай посмотрим, но я знаю, что она должна быть везде ровная. Следов покраски, как таковых, я не вижу, но тем не менее, все равно просмотрим. Может быть, были где-то какие-то дополнительные моменты, хотя их особо и не видно. Так, болты снизу не тронутые, здесь сверху не тронутые. По электрическим блокам этого автомобиля ни одной ошибки не было найдено. Хотя, как ни одной, одна была найдена, но она непонятная до сих пор. Я звонил старшим знающим товарищам, ну, старшим, потому что они знают больше, чем я. Задал вопрос, они как-то неуверенно сказали, что это что-то связанное с прошивкой, поэтому я понимаю, что на это обращать внимание не надо. Я ее сейчас прицеплю, ребят, знающие, по фиатам, пожалуйста, подскажите, я с такой херней никогда не сталкивался. Напишите в комментах, что это за ошибка. А так по машине вообще чистенькая, куда ни загляни, везде все отрабатывает, везде все, ну, просто тёмцом они машинка. Ровная конфетка, хорошая. Кстати, следующий ключ, один, два? Два с Америки, вообще красота. Редко такое бывает. Неплохой, очень неплохой вариант. Единственное, что вот сзади собирали из того, что нашли. А так, а так он уплотнитель сзади чуть загнутый. Вернее, не до конца высунутый. Жили, у нее еще и панорама правильно работает. Чуть-чуть зажеванная. И сзади чуть-чуть такая она, как будто бы ее снимали. Вон. Прямо еще с американской пылью. Вы как специалист подскажите, есть ли смысл вообще мыть вот это подкапотное пространство? Все так держат в таком идеальном состоянии, прям керхером моют. Ну, во-первых, здесь есть несколько моментов. Это надо делать только на холодную. Вот, когда машина полностью холодная. Разве что для внешнего вида. Все, больше ни для чего. Есть еще моменты технические, когда надо определить, откуда течет, когда масло уже обильно. Тогда замывается, короткое время катаемся, смотрим, откуда течет. В этом смысл есть. А так, чтобы вот для бытовой езды, наверное, точно нету. Поэтому, поэтому нет. Здесь есть. Я номера смотрю. На каждом кузовном элементе там дублирующая табличка идет с ВИН-кодом. И я смотрю, чтобы они везде были. Все вопросы мы пока имеем по заду. По заду. Я даже не вижу ремонта панели задней. Да, здесь все тоже целенькое. Только вот этот уплотнитель на оконные замазки, это, конечно, легенький трешничок. Все даже не рихтовали. Ей просто прицепили фонарь, прицепили бампер. Прикрутили ляду. И поехала машина на продажу. Можно ехать на СТО, в принципе, уже. Здрасте. Это мы сюда приехали, да? Куда заезжать? Что у вас? Вот это чудо надо посмотреть. Так, амортизаторы. Что правый, что левый. Они уже в соплях. Вы спереди, сзади начинаете, как комфортней. Я же не могу лезть на чужое СТО со своим уставом. Тут, как минимум, надо интересоваться, спрашивать. А, это просто не надели до конца на крепление. Здесь больше вопрос вот к этой части. Как выглядят следы рихтовки, я знаю. Здесь их нет. Мы понимаем, что несущая часть, металлическое кузово, как, в принципе, предположили по удару, она на месте. Единственное, что вот он собранный как-то так. Видать, не все крепления на бампере были, потому что вот там строительный саморез закручен, там еще какая-то хрень, там не в зазор. Но сам кузов, он целый. А можно попросить что-то смотровое окошко? Ну, в смысле, отковернуть пластик, посмотреть отвертку или что-то? Просто здесь запотевание есть. Нет, это не с коробки. Коробка у нее чистая. Нет, нет, это двигатель. Вот. Вот видно, надо опустить ее сверху, посмотрю. Она где-то при причавилась. А давайте ее опустим, посмотрим. Ну, смотрю дальше. Пластик по периметру течет. Ну, с переднего течет больше, чем сзади. Да. Надо этого устранить, поменять передний амортизатор. Вот этот потекший. Ну, амортизаторы по одному не покупаются, как кеды, поэтому... Передний, да, пару. Так, в принципе, машина целая. Цена вопроса заменить прокладку. 1400-1500. Амортизаторы поменять будет. 1400-1400. 1400-1800. В зависимости от того, что надо, будет снимать в армии или полночь. Ну, это же интернет-магазин. А скажите, сколько стоит для автомобиля Fiat 500L? 1,4 объем. Американец. Ну, смотри, у меня сейчас на осмотре машина, и надо понимать, сколько они могут стоить. То, что их нету, это ответ такой. Масло через прокладку пошло, либо прокладку, или там что-то делали? Нет, здесь ничего не делали. Ну, я не вижу, чтобы он разбирался. Перегрев? Нет, были бы следы. Я не вижу перегрева. Ну, то, что оно течет, возможно, надо поменять масло на более вязкое, назовем это так. То есть, допустим, если тут залито там 0V20 или там 5V30, то поменять его на 5V40, например. Течет, он же ж не работал по уходу. Может, она высохла, а потом... Может, может. Ну, короче, это не смертельно, но понимаем, что больше внимания это все-таки амортизатором. Потому что, во-первых, они дороже по сравнению с прокладкой. Во-вторых, автомагазин амортизатор.нет говорит амортизаторов нет. Вот, что, американец? Нет. Или сколько стоит? Непонятно. Так, а что, американец? А разве на такую машину европейскую амортизатору все европейские не подойдут? Если он задает такие вопросы, то, я думаю, он их задает не зря. В наше время нет ничего невозможного и все можно найти. Если подытожить, то, в принципе, катастрофы по ней нету. Но есть недостатки по самому двигателю, того, что он не течет, и по амортизаторам. Это то, что вот из мрачных недостатков. Сзади ее никто не рихтовал. Я открывал, снимал уплотнитель и смотрел. Там вот сам проем ляда. Вот эта вот часть, я снимал уплотнитель. Здесь не рихтовалось. То есть вот тут следов рихтовки нет. Снизу я заглядывал, следов рихтовки нет. Но надо было бы, потому что вот фонарь чуть-чуть не стоит на месте. Бампер чуть-чуть не стоит на месте. Вот здесь тоже он чуть-чуть не стоит на месте. Вследствие чего здесь затирают. То есть собрали, но неприятность по потолку. Почистили потолок, и он после химчистки стал вот такой. Спереди он вообще отошел. Есть парни, которые занимаются восстановлением аирбэгов. Вот они точно так же умеют восстанавливать потолки. Не, воды здесь не видно, и дренажи здесь чистые. Можно даже воды сюда налить, и вы увидите, что оно между крыльями вытекает. Но хрень неприятная. Типа вот если отсюда даже смотреть, сзади он уже провисать начинает. Здесь резинки поменять, там переуплотнить. И в общем-то по двигателю и все. По параметрам здесь вообще нигде ничего нету. То есть он вообще весь чистый. Нигде ничего не отнималось, не снималось. И плюс в том, что она... Жизнь у этой машины есть. Но в идеале, либо же так ездить, либо же это все дело доделать. Доделать это опять-таки. Разобрать, собрать это пипец. Это... Это долго. Это долго, мучительно, неприятно. Потому что открывает, где какой-то пистон сломался. Какого-то нет. Начинает колхозить. Он как вот там шурупы строительного магазина закручены. Какая цена на нее крайне будет? Мы еще этот вопрос не обсуждали. И вам автомобиль интересен? То есть я говорю, что срача здесь какого-то конкретного нету. То есть она живая, но есть у нее недостатки, есть у нее недочеты в виде того, что... Не, ну вот просто для меня... Ну я там не ставлю себя каким-то экспертом, но мне вот вопроса двигателя важна. То есть его если... Не, здесь вот это переуплотняется. И вот это самое наименьшее из бед. Я бы больше... Нет. Смотрите. Я сейчас объясню. Снимается крышка, клапанная крышка. Снимается, старая прокладка выкидывается. Новая ставится, закручивается. Он просто переуплотняется. Я уверен, что антифриз я никто не менял. Антифриз, тормозная жидкость. Это не стоит дурных денег, но это нужно сделать. Любую машину надо делать. Правильно. Вот даже не могу не... Вы меняли здесь все жидкости? Я менял масло. Спасибо за правду. Фиат это не тот автомобиль, на котором будут отжигать. Но когда много воды в тормозухе, то на больших машинах, когда сильно оттормаживаетесь в суппортах, она начинает закипать, появляются пузырьки. Потом педаль становится мягкой. Но здесь такого не будет, потому что здесь нет таких нагрузок, но то, что здесь много влаги, это факт. А так, в общем-то, рекомендовать его к покупке я могу. Единственное, что ценник у нее не маленький. Конечно, не самый высокий, но самый высокий это у европейских машин, потому что европейские машины не целы. Но там уже ближе, наверное, к 12, я бы так сказал. Какая крайняя цена будет? Ну, смотрите, я сейчас готов уступить к 500 долларов. Ну, я вижу здесь 10. Это вот мое мнение. А там уже смотрите. Ну, тоже вот на чистой машине. Вот здесь, вот здесь. Вот все вот эти вот моменты они есть. Плюс там как-то поцарапано чем-то таким, кто-то видать. Какой-то мальчишка с ржавой отверткой, со следами ненависти на глазах, что где-то кто-то неправильно припарковался, потому что других оснований у меня нет. Поэтому, ну, вот я вижу 10. Плюс она не совсем на месте стоит. То есть, если заморачиваться и доводить до идеала, и вытягивать машину в ценник рыночный, то основная затрата это будет вот по задней части и по крыше. Ну, плюс если смотреть бампер, он здесь, ну, такой он, покусанный. Плюс вот эта вот штука, я так понимаю, крепление там надломанное. Хотя сам металл у нее целый. Вот в этом плюс. Что здесь, я уже говорил, сейчас я аккуратно сниму, покажу. Но здесь она не рихтовалась. Вот у нас все целенькое. То, что оконные замазки кто-то насыпал, то минус в карму кому-то будет. Потому что это не споклевка. Вот и что-то похожее на оконную замазку, и к герметику она отношения никакого не имеет. Вот так он должен стоять. Ну, вот, в принципе, в зазор. Но счетом того, что там либо крепление обломано, либо еще что-то надо разбирать, смотреть. Он висит по собственной тяжести. И вот здесь он опирается в ляду. И, соответственно, вот здесь он до металла вытирает. Здесь, в общем-то, остался только вопрос цены. Поэтому тут, если надо вам подумать или же вам подумать, тут могу чем-то помочь, но по технической части машина неплохая, за исключением амортизаторов и переуплотнить двигатель. Ну, а сколько здоровья в них? Ну, условно, там, ее, да, купить, поставить и ждать амортизатора или есть какой-то? Вы на ней можете ездить, но понимаете, что правый амортизатор не держит. Он вытек. Левый запотел, правый он уже там... Ну, если заехать на амортизационный стенд, то есть смысл амортизатора в том, чтобы держать стойку, чтобы она не прыгала на дороге. Вот она у вас будет прыгать. И в поворотах, особенно на нервной дороге, она будет прыгать и машина будет смещаться с дороги. Вот это самое опасное, что может быть. Вот, поэтому, типа, передвигаться можно, но лихачить точно не нужно. Объективно говорю, я вижу 10, хотя парни говорят еще и дешевле. Ну, хотя я понимаю... Давайте ему-ка мы ее подарим. Давайте вообще буду классно. Здесь, смотрите, здесь вопрос американского рынка, он всегда такой. То есть была бы европейская машина, они все дороже. С учетом того, что... Ну, я объективно говорю. Европейская. Пока мы ее привезут, отмотают два раза счетчик, там накрасят губы ей, и будет вся по красоте. Знаю, как в Европе возят у нас знакомые. И сейчас в Европе привезти, с учетом карантина, больше тысячи долларов машину привезти. Вот считайте. Сколько еще в ценник? Не, ну тут все пока, мы ничего не сказали. Вот они все видны, пожалуйста. Смотрите. Вы все говорите правильно. Мы всю правду вам рассказали за машину. Ничего вам не тут не скрыли, не показали. Сейчас, если вы будете говорить, надо скинуть замену ГРМ, там какой-то еще. Давайте тогда мы вам оплатим обслуживание машины на 10 лет вперед. И еще и два бака бензина. Ну вообще, да. Вы все правильно говорите, но есть моменты, которые нужно им озвучить, что по недостаткам автомобиля, а им нужно озвучить то, что их ожидает в будущем. Ну их это в любом случае ожидает. Верно, ожидает. Какую машину не купили, они все будут менять масло. Вы все правильно говорите. Это глупость вообще об этом говорить сейчас. Люди сейчас будут говорить, а, это надо еще просить скидку на это, а, давайте еще на эту скидку попросим. Немножко не так. Я же не говорю, что давайте скидку из-за того, что надо скоро менять ГРМ. Я просто напомнил о том, что надо об этом не забыть. А это немножко разные вещи. О том, что вот бампер стоит на месте, вот тут объективно. Сколько будет стоить вот это, по вашим данным? Здесь очень такая скользкая тема, потому что сказать, сколько стоит, это надо вскрыть и посмотреть. Вот вроде бы все стоит. Почему вот здесь он не стоит? То ли крепление отломано, то ли он не подходит, то ли еще что-то. Ну, вы видели, наверное, внутри, если видели. Если не видели, то надо задать вопрос тем, кто собирал. Сказать однозначно не могу. То есть надо вскрыть, посмотреть что там, и тогда уже будет какая-то приблизительная картина. И вот, забирая вот такой вот сюрприз, я говорю, что я вот вижу 10. А там уже, вам вообще эта машина интересна хоть каким-то образом? Я тут встал на сторону продавцов, сука, бери, зайди салатку, бери. А так нельзя делать. Поэтому здесь, если есть интерес к ней, то да, если уже нету, то нет. Ну, еще раз скажу, что какого-то конкретного, сказать, что вот от этой машины надо бежать, нет. То есть, если капот покрасить где-то 100 долларов, все царапины исправить 100 долларов, вот тоже выключатель света, вот эта качелька, которая включает в салоне, ну, то есть, понимаете, да? То есть там, ну, она не работает. То есть, сломалось, я так понимаю, ее надо поменять. Такое выключатель стоит полторы тысячи гривен. Типа фары переполировать, это тоже я писал, но не считаю. Дальше это двигатель, прокладку и сделать прокладку. 50, это 100, 100, 50, 50, 300. Амортизаторы, ну, 200 с работы. Два амортизатора плюс работы. То есть 150 амортизаторы, 50 работают. Угу. Вот. Я объективно говорю, что вот десятка, это комфортная цена. Ну, для вас, да, для нас нет. Я бы тоже, когда на него, по вас, я бы тоже сказала, вы адекватно оцените мне машину, но сделайте так, чтобы она мне обошлась немножечко дешевле. Это нормально. И я к этому нормально отношусь, абсолютно. И я это прекрасно все понимаю. Вы можете сейчас сказать, да, там 10, но мы же-то тоже не дураки, мы же-то понимаем, что здесь было, в каком виде машина была, что мы делали, что не делали. Мы точно так же можем сейчас зайти на любой сайт, посмотреть, сколько амортизаторов, сколько эта крыша стоит. И адекватно тогда сделать скидку. Ну, самое себе. Я был подготовлен ко всему, кроме амортизаторов. Ну, по амортизатору у меня есть всегда парень, которому звонишь, али, Алексей, сколько? С учетом того, что человек больше, чем полжизни занимается только одним амортизатором, и он сразу говорит, американец нет. Ну, давайте узнаем. Ну, это мы опять точно так же сейчас с вами голословно разговариваем. Верно, я... Ну, понимаете, давайте узнаем. Все, давайте узнаем, да. 10-30. Хорошо, чем еще помочь? Ну, правда, просто как бы надавить там еще какие-то 100 и иметь осадок. Мы от вас услышали в Максе информации, ну и понимаем, как бы, что у нас... Просто где-то вылезет что-то еще, но вот уже такое дело. А если ничего не вывезет? Ну, тогда им повезет, тогда сэкономил, значит, заработал. Все, вам большое спасибо за душевный чел. Нам, кстати, тоже было интересно услышать, потому что мы же такие же... Неплохая, честно скажу, неплохая. По сравнению с тем, что мы видим каждый день, вот так иногда приходишь на машину, смотришь на нее так вот метров с 15, и все, спасибо, пошли. Я-то понимаю, что человеку надо уделить время, объяснить, почему нет, ну, объективно. То есть, ну, люди нам платят денег, кому проезжает машина, нафиг, не надо. Почему не надо? Зачем не надо? И ваша неплохая. Хотя я, наверное, может быть, не должен говорить таких слов, для того, чтобы не набивать цену в вашей стороне. Нет, мы с уже, вот, мы с уже здесь... Ну, объективно, неплохо. Объективно посчитали, что там объективно. То есть, есть у нее переуплотник двигателя, амортизатор, и... Я думал, что дороже всего станет потолок, но это твое дело. Ну, и потолок, пожалуйста. Может быть, немножко глупый вопрос просто... Любые вопросы задавайте. С панорамой бывают проблемы следующие. Каждую весну я рекомендую чистить дренажные отверстия. Здесь их четыре. Они уходят в крыло, когда убираете крышу, там есть... Можете заехать на специализированный сервис, вам почистят. Там берут такую струну и просто пробивают весь мусор, который там есть. Если этого не сделать, то вода собирается в корытие, и потом оно просто переливается в середину. Из минусов. Что еще из минусов? Оно будет скрипеть. Для того, чтобы не скрипело, после мойки обзаведитесь либо баллоном, либо силиконовыми салфетками. Убираете крышу, смазываете силиконовыми салфетками, и все. Но скрипеть не будет. Потому что, в принципе, на поворотах крыша – это несущая часть автомобиля. Здесь она, с учетом того, что тут панорама, она будет поскрипывать. Спасибо. До свидания. Друзья, если подытожить, в сухом остатке до десятка недостатков по этому автомобилю есть. То есть, это почему я топил за стоимость именно в 10 тысяч. Потому что вот 10, она комфортная для этого автомобиля. Ну, я так считаю. Возможно, кто-то с этим не согласен, но это мнение могут расходиться, и это нормально. По недостаткам. Задний бампер не стоит на месте однозначно. Почему? То ли сломаны крепления, то ли еще какая-то хрень. Это надо разбирать, смотреть, и уже на месте более детализировать. Фиксируем как факт. Из-за этого он затирает крышку багажника. Дальше. Задний правый фонарь. Он чуть из-за того, что автомобиль вообще не рихтовали, вот он чуть-чуть не следит на своем месте. Его можно снять, чуть-чуть выстукать, и он встанет вообще так. Бомба будет. Дальше. По низу, что мы имеем? По низу у него гофра. Гофра опять-таки. Она условно слегка притерта. Она еще будет ходить долго счастливо, но как факт зафиксировать надо. Амортизатор. Амортизатор и правый вытек совсем, то есть там уже ничего нету. Левый он уже потеет, а амортизатор и меняется в паре. Ну, вышки да не покупайте по одному. Дальше. У него сопливит клапанная крышка. Это не печально, но такое впечатление, что кто-то не с ведра, но побрызгал маслом передняя часть, причем сопливит больше, чем задняя. Верхняя крышка резинка. Передний бампер у этого прекраснейшего экземпляра подертый путем того, что наверняка где-то на какую-то ограду наехал в виде бордюра бровки. Причем сверху этого не видно. Видно снизу. А нет, плафон салона. Ну, опять-таки, плафон салона надо разобрать, посмотреть, все ли там подключено. Но даже и при самом печальном моменте этот плафон меняется. И, в общем-то, больше никаких я не помню каких-то таких элементов, которые мешали бы приобрести этот автомобиль. Дорого это или дешево? Можете написать в комментариях. Обсудим. Потому что вот в последнее время, когда вот такой не квантовый скачок цен, но, тем не менее, непонятный скачок цен, все рассказывают, что это из-за чипов, из-за микропроцессоров вот тотально дорожают автомобили. Но, как по мне, такая легкая шляпа, потому что вот в этом автомобиле много этих процессоров нет. То есть, этот машин подорожал на общем фоне с другими. Ну, вот просто за компанию. Ну, это мое мнение. Ребят, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. С вами был Николай Тарануха, Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok